Владимир Путин заявил о скором завершении строительства турецкого потока. Россия намерена ответить равнозначно на продление Украины спецпошлин. В Конгрессе США рассказали о планах по оказанию военной помощи Киеву. Укладка труб газопровода турецкий поток по территории Сербии будет завершена в ближайшие недели. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем. Сербия подключилась к строительству газотранспортной системы, являющейся наземным продолжением газопровода «Турецкий поток» в Южной Европе. Укладка труб по сербской территории будет закончена в ближайшие недели. По словам Путина, была достигнута договоренность об увеличении мощности расположенных в Сербии подземных газовых хранилищ 750 миллионов до 2 миллиардов кубометров. Кроме того, российский президент отметил, что Болгария сознательно затягивает строительство турецкого потока на своей территории. Он добавил, что болгарское руководство после срыва Южного потока неоднократно обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать проект. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, отвечая на слова Владимира Путина, заявил, что задержка произошла из-за обязательных процедур Европейского Союза. Он подчеркнул, что Болгария является лояльным членом ЕС и НАТО. «Мы строим в среднем 5 километров в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры». В Москве готовы адекватно ответить Киеву на продление им спецпошлин на российские товары, об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Он также отметил, что документы находятся на стадии подготовки, после чего их представят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву. Ранее депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что правительство Украины продлит действия спецпошлин на российские товары до 31 декабря 2020 года. Ограничения, которые были введены 1 августа, затронули все товары из России, кроме угля, кокса, бензина, жиженного газа и продукции фармацевтики. В свою очередь Россия прибегла к ответным действиям и запретила импорт некоторых видов продукции, машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, по решению Москвы с 1 июня Россия поставляет на Украину уголь, бензин и дистопливо только по отдельным разрешениям. Экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена и пропилена запрещен полностью. Военная помощь США Украине перейдет на постоянную основу, об этом заявил конгрессмен-республиканец Энди Харрис. Это будет продолжаться. Как только лед был расколот, когда была отправлена летальная помощь, я считаю, с этого момента это будет постоянным, пока Россия не прекратит военные действия. Он подчеркнул, что двусторонние отношения США и Украины в порядке и даже улучшились, несмотря на расследование по импичменту, в центре внимания которого, в частности, находится Киев. При этом сенатор-демократ Крис Мёрфи придерживается противоположного мнения. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа предпринимает шаги, направленные на ослабление отношений между странами. Отметим, что бюджет Пентагона на завершившийся 30 сентября финансовый год предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности.